короче не поверите поехали опять в больницу вот видите садимся поехали опять больницу потому что давление зашкаливает между верхним и нижним давлением больше ста какой-то врач врач то вообще был кому-то и школы кому-то ему лет 20 вообще все неправильно какой-то диагноз дали поехали опять we're doing work tonight that there and make a right go right to it again doesn't know that it goes петлетов сырорастолько здесь так ok так вам сказали сидеть мы приехали просто для того чтобы нам сцебель и сбили а высокое давление то что высокое давление просто пугает нас очень сильно 190 опять 190 на 90 100 между высоким и низким давлением это же не нормально мы меряют давление смотрим же сколько я просто боюсь его дома держать без контроля 380 я не могу поверить что мы опять опять в emergency room I can't believe we here again baby what going on with you today ужас вообще you still believe in that from that pills он все-таки верит что это из этих таблеток я не знаю but why it's blood pressure но вертига не может сопровождать с высоким давлением почитала вертигу обычно при низком давлении короче принял еще одну таблетку от давления принял сегодня три таблетки получается принял от высокого давления две утром сейчас вот после больницы принял то что врач прописал принял и ничего не помогло все равно он полежал полежал мы померили я офигела опять высунка ужас I don't know what to do но если ты охрана, пaning то это был самый большой когда кишечник последний день утром проекция 180 190 211 это так классно я мativo так просвет, я говорю вот я говорю и просвет в ответ яговариваю и я запрошю, не буду украшать ты не продумался еще больше не купи ничего нет, нет, нет нет, это все просто приняли тему доктора что все ты чувствовал так хорошо и лучше ты чувствовал так знаете я чувствовал очень хорошо и выли это Говорит, не поднимай мне давление еще больше. Короче, доктор ушел. Доктор, который был до этого, мы думали ему 20 лет. Но он это китаец, по-моему, был. А представляете, ему 35 оказывается, этому доктору. А этому вот 31. Ой, короче, да, сейчас ему таблеток каких-то сказал. На ночь оставит, чтобы его мониторили, Винсента. И говорит, потому что второй раз вы приходите, мы уже вас не можем так отпустить. Но сказали, что давление, это меньше всего надо переживать из-за давления. Давление, если бы у вас было, говорит, месяцами и такое. А вот каждый день, то да. А сейчас, говорит, я, говорит, если увижу что-то страшное, у меня давление больше 200 будет. Поэтому, говорит, неизвестно. Но, говорит, все равно мы последим и посмотрим. Потому что давление может быть от многих причин. Давление, это просто, говорит, измерение. Так что это меньше всего нас, мы, говорит, переживаем из-за давления. Но мы переживаем из-за того, почему ему как бы плохо. Ему все равно его потряхивает. И все равно, у него какая-то паническая атака уже началась. В общем, вот так. Слава Богу, мы радуемся. Сейчас пришел парень, который в Вену ввел иголку за 2 секунды. И мы ему жаловались и жаловались на эту практикантку. Он говорит, очень жаль, что вы прошли такое. Вот тоже едут, видите, с телевизора. Адриан. Лопес Лопес, спасибо Петерсы будешь проверять В смысле, возьмите все твои деньги Да, это точно В смысле, возьмите все твои деньги Спасибо Два раза сегодня вы делали РКГ Два раза И это выглядит как у вас есть $120 копей Да Какие? $120? $120 Я не знаю, только что Я не знаю, что не знаю Так дайте мне что-то Я не знаю Не знаю Слушай, я не знаю Я не могу Я надеюсь, ты заставляешься Я пытаюсь трепить меня, если ты трепешь меня, я уверен, что ты делаешь хорошо, так что я могу домой. Как это сейчас? Так как ты чувствуешь, папа? Я думаю, что я чувствую лучше, поэтому я хочу посмотреть, как сейчас? Хорошо, сейчас 176. Нам сказали, знаете, что врачи сказали, что мы впервые слышим, чтобы между нижним и верхним давлением какой-то надо скачок еще смотреть. Они сказали, что приближаться они не могут друг к другу намного, а то, что они там далеко друг от друга, а вы что-то придумали. Прикиньте, вот не знаю, вот так мне сказал врач и сказал, медбрат приходил сюда. Я не знаю, если это внизу. Это 176. Ты приехал здесь с 180. Это всего лишь 4 пункта внизу. Это всего лишь 4 пункта. Видите, и имя, и то второй раз уже выдали. Написано 6.56 п.м., то есть в 7 вечера почти мы приехали. Вот так. Во-первых, мы приехали в 10 утра. Утро. Вы выглядите очень красиво. Для реальности? Вот это такой хорошенький сидит. Вы чувствуете лучше? Да, лучше. Так, давление у Винсента 157 на 70. Блин, нижняя какая-то низкая, конечно. Верхняя высокая. Странно вообще. Но все-таки... Вы чувствуете лучше и лучше? Я чувствую хорошо. Не на 100%, но более-менее, да. Окей. Да. Люди говорят, что нам надо жаловаться на эту практикантку. Он говорит, я уже пожаловался. Но он просто сказал доктору, который сейчас. Я чувствую хорошо. И мне. Это было болезненно. Это было. О, Господи. Я вообще упала в уморок. Потому что его лицо, и вы бы видели его лицо. Как будто его заживо, что-то отрезали прямо ему. Это было, как будто они что-то отрезали из твоего живота. Да. Это было, как будто они подривали. Да. Это невероятно. Это болит. И они спрашивали. Это слишком долго. Возвращаясь и вверх. Возвращаясь и вверх. Возвращаясь. 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 Но вот машина меряет ему давление. Смотрите, опять 167. Опять идет вверх. Вообще не понимаешь, что такое. Так, Винсента перевозят в комнату. По-моему, на пятый этаж. О, какая комната-то. С диваном. Окей, мы в комнате. Винсент говорит, дышать ему тяжело сейчас. Я не знаю, сейчас опять придут нам. Такая вот у него будет комната. Тут диван, тут кресло, тут туалет. Свой душ. Все тут свое. Диван даже раскладывается. Но я поеду домой. Не будем следить. Не знаю, что с ним. Видите, мешочек и тут и одеяло, и шампуни. Ой, я это делала полотенца, шампунь. Всякие крема, расческа, зубная щетка. Все, там что-то, что только нет. Целый наборчик. Винсенту померили давление, сейчас 159 на 74. Короче, надеюсь, что будет лучше. Видите, лежит такой супчик. Ты хочешь поставить линкет на тебя? Ты холодный? На мою боку, может быть. Угу. Окей. Уик. Уик. Очень, говорит, чувствую себя слабым. Ничего страшного. Видите, говорит, опять меня, говорит, все потряхивает его опять. Руки, говорит, трясутся вот так. Сейчас придут опять, скажем. Ой, я не знаю, что вообще с ним. Это вот такие вот таблетки. Купил. Я говорю, зачем ты покупала, если тебе было хорошо? Я понимаю, было бы плохо. Тебе было хорошо. Зачем ты это сделал? Даже не буду больше ему ничего говорить. Ну что, он меня ругается, что я его ругаю. Короче. Он говорит, я и так расстраиваюсь. Смотрите, Винсенту принесли сок. Хочу показать. Посмотрите. Все ледяное. Лед. Лед. Такой же лед. Все ледяное. Вот. Просто я ржу. Не могу. Думаю, господи. У нас вот принесут тепленького чайку там, да. Но вот тут. И так замерз. И все ледяное. Вот такое все. Сейчас вот даже открою, покажу. Вот еще один сок, видите. Все лед. Полностью лед. Конечно, Америка это абсолютно другая страна. Непонятна нам. Че я блять тут делаю 23 года, непонятно. Детям дают такую воду даже. 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 Детям. Детям. Да. Детям. Он говорит, чай было бы хорошо, но нет, все со льдом принесут. Это у Винсента телевизор там орет, вот видите, звук идет отсюда, вот этот, слишком холодно, я замерз даже, вот так, Лучше все-таки, он сейчас себя чувствует, попил ледяной водички, и вот телевизор смотрит, и его отвлекает, оно, сегодня, сейчас поеду домой, ну не сейчас, попозже поеду домой, посплю, so I'm gonna come back to you in the morning, no, I'm not leaving yet, but I'm saying that, oh, you want me stay? I would love that. I can stay here. Yeah? Yeah. Okay. I just, it's here, the bed. You needed some blankie or something. Yeah, but what about Sherry? She probably not gonna have food. She could, she's gotta have food, yeah. She could handle that. I can ask them if they can let me stay. Yeah. I don't know. Yeah? Because, uh, maybe in the morning I can bring you something to eat. I just need you in case something goes wrong. Okay. I need my security blanket. Okay, I'm gonna stay. Thank God, thank you. Oh, okay. You told me go home, that's why I told you. I did, but I'm getting nervous. Говорит, сначала поезжай домой, а теперь говорит оставайся. Ну, если хочешь, то останусь, конечно. Okay, I'll stay with you. If they let me. Yeah, that's... Actually, it's 10 o'clock, no? Yeah. No, but I'm gonna be cold if they don't give me a blanket. Вообще тут, конечно, по-моему, даже раскрывается это. Хотя, не знаю, что такое вот это вот, что такое. Похоже, что раскрывают зам, может, нет. Но если дадут одеяло. If they give me pillow and blanket, I would stay because they don't give blanket even to you. How are I gonna stay? Stay as late as you can. Yeah, I'm gonna stay late. Как я... Ему даже вторую подушку не дали, он попросил. Как я ошибула, так-то я не могу уже спать. Yeah, I'm gonna come back at night. Нет, я, наверное, поеду домой, а потом утром приеду. They're gonna take care of you here. Они же следят за ним здесь. Что, и что я буду, я все равно не смогу. Короче, не знаю, девочки, оставаться, не оставаться мне. I don't know. They're not gonna give me no pillow, no blanket. А если... А если... Хочу, ну, не стою стоять. Что, говорит, там? Nothing. Ничего нету. Вообще ничего. Какие-то подушечки или что-то, я не знаю. По-моему, ничего нет. Душ принимаете, если что-то вам плохо стало. Help. Ну, в общем, посмотрим. Расскажу вам, уехала я или осталась. На этом видео заканчивается. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за лайки. Видите, вот никогда не думали мы, что второй раз за один день попадем в emergency. Но я рада, что его оставили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok